Разбулись. Рулька, пожалуйста, проходите, бацаны. Будет 12 станций, пара, кто будет не хватать пары по одному, там скажем время. Поменяли ноги. Разгибаем ногу полностью. По амплитуде мы нигде не работаем. Все углы соблюдаем, сгибаем, разгибаем. Углы, мы полностью руки разъебаем. Команда, я думаю, показала добротный футбол. Где-то был какой-то нефарт у нас, может, где-то чего-то не хватило. В завершающей стадии, я думаю, не довели много матчей до победы. А в целом, я думаю, неплохо. Я думаю, что следующий сезон будет намного лучше. Лично для тебя повлияла как-то пауза, вот эта длительная в связи с коронавирусом, с карантином? Да я не могу сказать, что повлияла. Дома готовился, двигался, там, по мере возможности, как позволял возможность. А так, я не знаю. Я на это не обращал внимания. Просто готовился на сезон и дальше все. Как ты считаешь, продолжать сезон для футбольного клуба Николаев было все-таки плюсом или минусом? Я считаю, что больше плюсом, чем минусом. Потому что я новый футболист в команде с лета и еще есть ребята. Я думаю, мы почувствовали чуть друг друга, сыгрались и я думаю, в дальнейшем будет все хорошо. За полтора месяца в команде ты наколотил, если я не ошибаюсь, шесть мячей. Ты стал лучшим бомбардиром команды за столь короткий период времени. Как ты держишь себя в форме, как поддерживаешь себя? Тренировки, каждый день прогрессировать от тренировки к тренировке. Выхожу на поле, выполняю остановку тренера и делаю свою работу. Сделали, плавно поставили, сошлись с тренажером. Вы знаете, ребята подошли в удовлетворительной форме, так как мы постоянно их тестируем. Наш тренировский штаб, наши врачи постоянно проводят ряд тестов. Мы постоянно следим за их состоянием, как мышечно-социативного аппарата, так и в целом состоянии здоровья. Поэтому, в принципе, так как за ними следят, у нас есть данные до-после. Мы можем сверить и понять, в каком они состоянии. На данный момент все идет как надо. Вы говорите, что футболисты после отпуска вышли в тонусе, можно так сказать. Что для футболиста главное, чтобы поддерживать себя в этом ритме, в отпуске и когда нет игрового тонуса? Я вам скажу, главное подходить к нагрузкам с умом, в первую очередь. Не сложно перегрузить человека. Сложно соблюдать эту тонкую грань между перегрузкой и, собственно, нормальной удовлетворительной нагрузкой. Футболисты должны быть в тонусе, потому что, если они будут сильно расслаблены, они не смогут показать правильный, хороший результат на поле. Если они будут перегружены, соответственно, увеличивается уровень травматизма. Опять же, ребята рвутся, ребята восстанавливаются и разные травмы. Восстановление может длиться вплоть до полугода-года. Поэтому оно никому не надо. Соответственно, мы делаем все для того, чтобы за ними следить и контролировать их состояние. Мышцы, связки, в общем, у кого что болит, все это берется на рассмотрение, все это мы учитываем. Чему будет уделяться больше времени во время учебно-тренировочного процесса? Дело в том, что нашими тренерами составлена такая система, в которой мы занимаемся как технико-тактическими моментами на поле, так и физикой в зале. Мы развиваем их совершенно разносторонне, в ходе того, что мы учим их правильному падению, как правильно группироваться, как не нанести себе вред в каких-то упражнениях. Ставим ребятам технику, в принципе, как сила, так и силовая выносливость, так и координация. Стараемся развивать отдельные физические качества у отдельных ребят. Не забываем решать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...